Жучини! Ой, бляха! Иди! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Телекоблейз. Сегодня мы с тобой поиграем в новую игру, которая вышла недавно. Это мобильная игра, называется она Антарктида 88. Так что одевайте куртки, чтобы было теплее, потому что сегодня будет холодно. Вперед! Если ты еще вдруг не понял, то это игра от разработчиков нашего Дэспарка, любимого Пеннивайзика. Вот тут даже написано, наша первая игра за мной. Я вот так вот тебе, вот как бы видишь, что тут вот так вот написано, что это наша первая игра. Все дела вот это вот из этой категории. Вот, поэтому мы с тобой сейчас поиграем. Давай, новая игра. Я тут когда настраивала, не обращайте внимания на эту надпись. Далее. Тут, кстати, меняется день и ночь. Вроде бы как мы будем играть за экспедицию, которая находится, собственно, где? В Антарктиде. Вот, новая игра. Есть, значит, уровни сложности. Призрак легко, нормально, сложно. Экстрим. Давайте посмотрим... Так, легко. Монстров мало, монстры медленные, много здоровья, много патронов. Нормально. Монстров нормально, среднее здоровье, среднее патронов. Давайте пока попробуем на нормальном уровне сложности, а там с тобой как бы посмотрим. Давай, начать игру. Я настроила все макросы, в принципе, думаю, что проблем возникнуть не должно. Хотелось бы в это верить. Смена дня и ночи происходит в реальном времени. Осмелишься ли ты сыграть ночью? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет. Не осмелюсь, не осмелюсь. Я лучше побегаю днем. Это наш главный герой. Видимо, за которого мы с тобой и будем играть. Парнишка молодой, красивый, вроде бы ничего такой. Подберите дробовик. Ага, у нас есть оружие. Уже хорошо. Разбейте решетку. Вот эту, наверное. Других решеток я здесь не вижу. Почему мы вообще очинулись здесь? Скорее всего, это какой-то завал или что-то типа того. Разбейте решетку. Так, стреляем. Ага. Использую ящик, чтобы выбраться. Вот этот. Кстати, тут можно прыгать. А, подожди. Вот этот, наверное, ящик. Ну-ка. Да, смотри. И давай так. Все. Полезли. Наши приключения с тобой начинаются. Найдите выход на поверхность. Ё-моё, здесь стрёмненько у вас. Ребята, здесь у вас очень как-то стрёмненько. Здравствуйте. Тут какой-то завал. Значит, пошли сюда. А, отсюда я вылезла. А, вот еще проход есть. Пойдемте посмотрим. Что-то, слушай, как-то стрёмно. Я не знаю, кого ждать. Что это такое? Подождите, стоп! Я не успела. Подожди, стой. У меня сломался макрос. У меня слетел макрос после вашей сценки. Меня укусил какой-то краб. Страшный краб. Ты погляди, какой... Ну ты стремота. Ладно, пойдем. Полезли, видимо, в эту дырочку. Мне не нравится уже, что я здесь вижу. Я иду, знаешь, вот по путями... Можно я просто пойду отсюда? Не трогайте меня. Что такое? Там какие-то реально они кричат, ты видишь? Что такое? Кажется, придется прыгать. Так, хорошо, давай. Я прыгаю. И раз. И два. Так, за мной никто не гонится. Да что за страшные звуки-то, алё? Страшно вырубай. Там кто-то верещит. Ребята, я не хочу ни с кем сталкиваться. Они страшные, эти жуки. Жуки-троглодиты. Блин, смотри, сидит. Мама, но! Я же выбросилась в него. У меня один патрон остался. А что мне делать дальше, если будут жуки? Мама! У меня нет больше патронов, что делать? Мне хана. Я тебе отвечаю, мне хана. Жук! Жук! Жук и девочка! Жук! Иди нахер, жук! Жук! Ой, ты какой мерзкий, жучила! Ты понял? Он хочет меня съесть. Я тебя знаешь куда? Я тебя к пиву пущу. Будешь себя, это... Пещера, второй уровень. Это кто? Это знаешь, на кого похоже? Это было похоже на этого чувака. Как это называется? Очень странные дела. Вот на этого вот монстра, который там был. Ну ладно, за несколько часов до этого. Ага, то есть тут как бы наоборот все идет. Слушай, днем здесь не нравится. 18 октября 1988 год. 5 часов 42 минуты. В течение последних шести месяцев экспедиция моего отца Владимира Ефимова занималась бурением льда и исследованием найденных в нем доисторических ископаемых на станции Антарктида-1. СССР. Не надо было копать. Я так понимаю, что ребята вдохновлялись с нечетом. Тивена Кинга. Нормальное начало проснуться у себя в кровати. Экипажа, собственно, нету. Ничего нету. Найдите способ согреться. Ну мне бы женщина, я бы согрелась. Топси. Ну блин, опять меня нету. Он... Я не видела. Я не видела обзор. Хотя, может быть, это кто-то из разработчиков так себя клетал. Так, третий уровень допуска. Заберу. Подобрал ключ-карту. Хорошо. Теперь у меня есть ключ-карту. Вот это что такое? А, это карта лаборатории? Не, ребят, давайте без карт. Давайте серьезно без карт, потому что карты это не мой конек. Я тебе отвечаю. Я могу открыть дверь. О, туалет. Окошечко, чтобы мыть ручки и смотреть, что там происходит. Хотя, это может быть зеркало такое, но выглядит как окошечко. Ну да, это окошечко. Что это такое? Ты кто? О, это пеневайс. Это же пеня. Смотрите, это наш пенька-то. Пенька? Ну да. Нечто. Я же говорю, вдохновлялись именно этим. Видишь, как чувствуется. Как чувствуется. Значит, мы будем иметь дело с какими-то вот непонятными существами, как, собственно, и в кинце, и в другом. Как же мне согреться? В принципе, можно что-то сжечь. По идее, как. Выход. Спасибо. О, одежда. Найдите способ, чтобы согреться сделано. Ну, правильно, я же наделась. Узнайте, куда пропал ваш отряд. Ну, они вышли, видимо, мороженое добывать, потому что захотелось мороженого. Здесь жарко. Вот, они решили, как бы да. Кто-то тут смотрел какие-то непристойные фильмницы. Сколько у нас лимитов сохранится? Сохранить текущий прогресс. Предыдущие сохранения будут потратить. Утрачено. А сколько здесь у нас? Я не знаю. Ну, давай. Пусть будет. Потом узнаем, если что. Потом, если что, с тобой узнаем. Ну, пошли на выход. Ух ты. Красиво. Смотри, как, а. Слитый. Кто-то здесь ходил. Ну, ладно. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Алексей, Джек и Гарри. Я так понимаю, что нам нужно сейчас идти по вот этим следам. Вот в эту вот, как это называется, наверное, я не знаю, станцию. Очевидно, все было не очень хорошо, потому что кого-то захарчмили здесь. Мне нравится эта открытая территория. Здесь не так страшно ходить. Опа, бензин. Давай возьмем бензин. А пусть у нас будет бензин. Подобрал канистру с бензином. Хорошо. Теперь я могу, наверное, залить что-то. Цистерна с топливом взрывоопасна. Похоже, мне нужно быть осторожным рядом с ней. Я не собиралась здесь стрелять. Мне нечем стрелять. Мне реально нечем стрелять. Или она может просто... А, мои следы еще остаются. Но они вроде бы как пропадают. Я просто думала, сейчас находим, а потом не поймем, куда идти. Давайте сейчас сходим вот сюда. Мне кажется... О, топор. Хорош. Сейчас насобираем здесь все предметы, а потом пойдем заниматься. У меня теперь есть топор. Если что, я могу рубить, кромсать. Слушай, с топором, мне кажется, даже будет круче гораздо. Потому что любой говнюк получит сразу по хребту, и мы его отправим реально к пивку. Я просто сейчас посмотрю эту всю территорию. Она, по крайней мере, огорожена. То есть, у нас, по сути, есть какой-то край карты. У меня, как всегда, начался чёс. Волосяной чёс. Вроде бы как... Ого. Сюда. Тихо. Хлюпающий звук. Что такое хлюпает? Кажется, нет топлива. Так давай я налью, у меня же есть. Как его вливать? Давайте я валю, у меня есть топливо. Я просто не понимаю, как его вливать. Наверное, куда-то сюда. Ладно, видимо, нам не дают это сделать. Нужно сначала пойти заняться нормальными делами. Куда нас ведут? Вот за этим вот флажочком. Вот в это вот помещение. У-у-у, там всё в крови. Не очень это хорошо. Это не очень хороший знак. Узнайте, куда пропал ваш отряд. Да я узнала. Восстановите подачу электроэнергии. Вот. А теперь, после вот этого как раз-таки вступления, мы можем восстановить наше электропитание. Давай. Как? Кажется, нет топлива. Так а как? Может быть... А-а-а. Вот она. То есть, мне надо прям в ту налить. Хорошо. Давайте попробуем в неё налить. Может быть, у меня канистра бензина пустая, поэтому она как бы ничего не наливается. Типа, можно сначала налить, а потом уже, собственно, всё остальное сделать. Это было бы логично. Эм. Так, а почему? А почему ты не хочешь? А-а-а. У нас есть инвентарь. Ну-ка. Инвентарь. Канистра с бензином. Ключ-карта. Э-э-э. Может быть, оно где-то в другом месте? Может быть, я могу пройти? Давайте ещё раз попробуем, потому что здесь пока что-то вообще ничего не двигается. Давайте попробуем открыть дверь. Может быть, она откроется. Пока что что-то никаких взаимодействий-то особо и нету. Может быть, всё... Нет, там песок. Мы с той штуки вышли. Это наша палата. Э-э... Давай попробуем просто присоединить ключ-карту. Замок не работает, потому что нет электричества. Ну, блин. Сюда ушёл Алексей, там и Джек, и кто-то там ещё. А я не могу разбивать эти ящики? Нет, не могу. О-о-о. Возьмите карту тут. Ущелье. Ха-а. Может, я не хочу... О-о-о. Вот зачем мне нужен был топор. Ну-ка, смотри. Выглядит ненадёжно. Конечно, выглядит ненадёжно. Уйди, какая я глазастая-то баба, а. Добрый день. Я к вам войду. Так, смотрите, что это такое. Рычаг от клапана. Вот. Сейчас мы с тобой соберём. 27 июня. Сегодня мы, наконец, прибыли на станцию. Не понимая, почему нас отправили сюда в период полярной ночи и буль. Экспедиция чудом уцедела в пути. Несколько раз всё было на грани срыва. Только Ефимов в курсе ситуации. Нам остаётся лишь надеяться, что дело того стоит. Весь день пытаюсь починить этот чёртов снегоход. Замёрз, как собака. Я что-то не обратила внимания на то, что у меня всё это время очень ярко горели макросы. Ну, ладно. Бывает. Кто не без греха? Кажется, ему требуется ремонт. То есть, я на этой штуке, в теории, наверное, могу отсюда уехать. То есть, я её могу чинить. Сюда нужен дворник или какое-то стекло. Судя по тому, что мне рисуется. У меня этого нет. А, вот это вот. Лыжа снегохода. Ты понял? Ну, давай. Так, ключ теперь нужен. Ключ мы с тобой пока что не находили. Ну и ладно. Я так понимаю, что рычаг, рычаг вот этот, он применяется, скорее всего, на либо вот ту штуку, которая у нас стоит вот здесь, либо на вон ту вот штуку. Потому что канистра, скорее всего, у нас пустая. Но мы проверим с тобой, что нам ничего не мешает. Да, скорее всего, нужно присунуть как раз-таки этот рычаг туда. Но не факт, не факт. Мы в первый раз играем. Я считаю, для первого раза очень даже-таки неплохо справляемся с тобой. Главное, что у меня есть топор, и я могу дать монстрам по хребту. Ибо нех ко мне подходить. Ага, рычаг сюда не оставляется. Ну, тогда, получается, нам нужно идти с тобой на вылазку в ущелье. Я не очень туда хочу идти. Мне кажется, там будет все не очень хорошо, но пошли. Я не пойду пешком. Да ладно. Серьезно? Не хочешь идти пешком? А ты пойди. Вот это что такое? Какой-то насос. А, это конус. Предметы. Вот, рычаг от клапана. Клапан. Ну, клапан-то, он должен же быть, по идее, где-то либо здесь. Но это канистра, это не клапан. А может быть, клапан сверху? А я могу попасть как-то сверху? Мне кажется, я не могу. А если я ее ударю? Я просто проверила. Мало ли, может быть, нас бы разнесло. Просто стало очень интересно. Давайте пойдем по этой трубе. Может быть, где-то здесь нужно приставить этот рычаг, чтобы пошло питание. Я просто, ну, серьезно. Да! Смотри-ка, действительно. Теперь, по идее, у нас потекло топливо. И теперь оно действительно у нас есть. Но кто же знал? Ну, теперь мы будем знать. Смотри, включаем. И теперь добудет у нас свет. Теперь мы сюда, получается, спрессовываем ключ-карту. И проходим дальше в лабораторию. Я бы не стала идти в лабораторию. Мне кажется, все там будет не очень хорошо. Хотя, возможно, я могу там найти дробовик. Это приятная мысля такая. У меня 100% здоровья пока что. Проникните в лабораторию. Это было легко. У-у-у, пистолет. Подобрать транзистор. У-у-у. А здесь что-нибудь есть? Это что такое? Это просто коробка. А-а-а. Мне дают пистолет. Я не уверена, что я хочу брать пистолет. Но, видимо, хочу. Давайте тогда сохраним наш текущий прогресс. Собственно, почему бы и нет. Вроде бы не пишется лимит сохранений. Вроде бы как. Но все возможно. Давайте войдем. Мне кажется, что сейчас у нас начнутся веселые здесь приключения. Здрасте. Я просто посмотрю. Оп. Патроны. Это хорошо. Еда какая-то, песелю. Что-то мне здесь не нравится. Еще патрон. Так, спокойно. Я уже кого-то слышу. Кто здесь? Кто здесь? Падла. Выходи. Я тебе промеж глаз пуль пущу. Ой, я не знаю, куда идти. Туда ли или не туда. Я не знаю. Чуть не хочу. Чуть как-то сикотно, ребятки. Чуть как-то. Ну, давай. Открываем эту дверь. Здрасте. А, здесь никого нет. Фу. Если бы вы знали. Я чуть не наложила в личину. Реально. Я прям от очень я перепугалась. Думала. Сейчас реально меня тут это примут, ребятки. А, что ты? Да не надо. Не кричишь ты так. Ё-моё. Ё-моё, не кричи. Оно где-то рядом. Оно вот прям, видишь, оно вот кричит. Я его слышу. И от этого еще страшнее. То, что оно кричит. А ты не кричи. И нормальным будь, а? Но нам нужно куда-то дальше идти. Вот это что такое? И еще один транзистор. Мне нужно найти здесь транзисторы. А зачем? Ой, я туда... Что-то я туда не хочу. Может быть, пошли в другую сторону сходим. Но как бы там тоже, может быть, жопа. Я хлюпаю, ты понял? Ладно, пойдем. Ха-ха-ха. Здрасте. О, рация. Осмотреть лабораторию. 14 июня 1987 год. Выдвигаемся со станции Восток. Впереди невозможно 68 километров по льду и снегу. До станции, которую основали всего пару месяцев назад. Ходят слухи, что там нашли что-то невероятное. Что я сильно сомневаюсь, что ради этого стоит рисковать нашими жизнями. Действительно, Восток. Действительно. Нашли каких-то монстров. Ради которых вы здесь и подохнете. Так, кажется, тут чего-то не хватает. Транзистора, видимо. Опа, ключ. Всем-всем-всем, говорит профессор Антонов. Срочно прекратите следование образцов. Они живые. Они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. В какую жопу я вязалась только что? Это, наверное, от скутера этого, да? От снегохода. Хорошо. Ну ладно. А тогда, ребят, я предлагаю нам все-таки сходить в ту сторону. Там была еще одна дверь. Ну а типа, а что бы, собственно... Так. Спокойно. Господи, оно за стеной. Оно за стеной. И слышишь, оно ходит. Там реально кто-то ходит. О, господи. Ладно. Так, жучини. Пучини. Жучини? Жучини? Ой, бляха! Иди! Все патроны просто выпулила. Все. А можно мне дать еще? А? Ребят. Можно еще по-братски патронов? У меня они уходят просто в путь. Да, мы так с тобой вообще не выживем. Нам придется... О, патроны – это хорошо. Так, возьми, пожалуйста. Да... Надо прям не паниковать и нормально стрелять, иначе я просто... Я умру здесь быстрее положенного срока. О, еще патроны. Хорош. Спасибо. Очень... О, еще? Ничего себе. Ничего себе, как приятно. Очень даже приятно. Я так понимаю, что сейчас просто будет заруба какая-то на улице. 16 июля. Сомнений больше нет. Те странные образования, что мы обнаружили в пробах льда, следы форм жизни, которые еще неизвестны науке. Судя по глубине и показаниям дозиметров, этим следам не меньше 600-700 миллионов лет. Если это подтвердится, мы станем первооткрывателями самой древней формы жизни на планете. Да, лучше бы вы не лезли, конечно, в это говно. Просто посмотри, к чему это привело. Вот не надо копошиться там, где не надо копошиться. Вот, это цитаты великих людей. Мои великие цитаты... А я могу вылезти, кстати? Я что-то могла взять. Подожди, а что я могла взять? А, я могла... А не могу вылезти? А, может быть, я могу какой-то ящик пододвинуть? Табуретку. Нет? Табуретка не берется? Нет? Жаль. Здесь, короче, был, видимо, один монстр. Судя по тому, что больше я никаких шевелений не слышу. Ладно, пойдем. Странно, что нет трупов этих ученых. Они, видимо, их очень быстро схавали. Так, я опять кого-то слышу. Пока не надо. Я буду просто от них убегать, окей? Ой, оно прям реально... Это я хлюпаю или кто хлюпает? Короче, все реально хлюпают. Давайте еще раз сохранимся. Почему бы и нет? У нас есть прогресс. Прогресс надо сохранять. Лимита не вижу, если честно. На сохранение. Опа! Жучи не пасет. И еще... И ни хера! Слышь! Ты... Ты че такой... Ты че, жук? А, жук? Я твой жук, шат... А если я сюда запрыгну? Они меня будут пытаться? Ой, бляха. Тихо-тихо. Ты сюда не залезешь. Ха-ха-ха-ха-ха. А, я читер. А посколько? Три патрона в одну вот эту жужелицу? Серьезно? Так они ж меня быстрее от этого, чем я их. Тут, походу, один вариант это бежать. Еще? Ребята, мне столько патронов на вас не хватит. Серьезно? Вас до хера здесь. У меня реально нет столько патронов. Ну ладно, это какие-то сраные раки. Как бы пусть они там ползают и все. А че, мы сейчас быстро применим и уедем отсюда? Я думаю, что да. Блин, они прям креветки ползающие. Че, покушать решили? Ну-ка. А-а-а! Нет! Не лезь сюда! Я запрещаю! Ой, все. И че мне делать? Подождите-ка, ну-ка. У меня будет топор. Так, я просто попробую как бы, окей? На тебе. На тебе, жук. На тебе, жук. Я сейчас присяду, я тебя ударю. На тебе, жук. На тебе. Куда пошел? Стопэ! Стопурнитесь! Давай! Иди сюда! Жучение, пучение! На тебе! О, слушай, а топориком-то хорошо выносится! Не надо меня трогать! Ну-ка, на тебе, на тебе! Да попадешь ты по нему! Ёп твою маму! Ну, по мне, жук быстрее попад... Так, убила. Хорошо. Слушай, эти креветки стрёмные. Реально стрёмные. Сколько у меня жизней-то я не вижу за беленьким. На тебе! Да умри ж ты, а! Умри, жук! Жук, умри! Да какой ты... Макрос, ну не надо вот этого вот, а! На тебе, жук! Так, и что, у меня 50%? Серьезно? 50% из-за топорика? Вот это, конечно, у меня фиаско было, братан. Ладно, полезли. Не заводится, кажется, нет топлива. Есть топливо. Руль, с руль, поехали. Мы с тобой успешно выполнили эту миссию. Даже жучков поубивали. Видишь, как хорошо. Ущелье. Стремно тут у вас. Ну, несколько жужлиц я убила. Доберитесь до буровой станции. Я не уеду отсюда. Ребята, я отсюда не уеду. Это какой-то песец. Я не могу ехать на макросах. Выживай, чувак. Едь, 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 едь. Давайте я лучше вот так буду жать контрол и вот на эти тыкать. Потому что что-то по-другому как-то вообще сложно. Сейчас, во, во, смотри. Поехала баба. Баба за рулем к беде. Я умерла. Ты понял? Нормально начали. Ну, давай. Давай тогда ехать аккуратненько. Значит, мы можем умереть, выпав с ущелья. Давай, едем, едем, едем в далекие края. Я еду к бабушке за пирожками. За пирожками. Вкусные пирожки. Иии, иии, опять на том же повороте вылетела в кувет. Ну, ты чего? Блин, все очень плохо. Еще разочек. Давай, поехали. Сейчас приедем в это ущелье. Там, наверное, будут новые какие-то траглодитные монстры. Сейчас. Нам главное преодолеть наш вот этот злосчастный поворот. Вот, он где-то здесь. Смотри, смотри. Мы вот так едем. Вот он, этот поворот. Он просто такое ощущение, что там, типа, ничего нет. Все, мы преодолели наш злосчастный поворот. Да, камон. Очень сложно управлять. Можно я буду ходить пешком? На телефоне, наверное, это делается проще. Но мы-то играем с тобой на телефоне. Мы-то играем реально на телефоне. Ведь, ведь, давай. Едем, едем, едем в далекие края. Все, хорошо. Главное, аккуратно, по чуть-чуть. Давай не будем торопиться. Будем ехать 3 километра в ложку сейчас. Но зато доедем целыми невредимыми. Смотри. Офигеть! Там еще и прыжки были? Да ты что? У меня и так проблем хватает. Я доехать не могу. Значит, нам нужно разогнаться, как увидим флажки. Значит, нужно реально прям разогнаться со всей дури, как увидим флажки. Офигеть! Мы не пройдем эту трассу горнолыжную. Я тебе отвечаю. Это просто фиаско, братан. Давай. И раз, два, три. Поехали. Едем, едем, едем. Куда ты? Я же не нажимала. Божечки! Мы не уедем никуда так. Реально никуда не уедем. Давай. И поехали. Давай. Едем, едем, едем. Далекие края. Далекие края едем. Приехали. Ни хера не приехали. Давай, поехали. Давай, поехали. Едем. Мы все еще едем. У нас еще все еще зима, холода, одинокие края. Куда ехать? Ой-ой-ой-ой. Тихо. Спокойно. Пробел. Да, мне кажется, если за мной будет погоня, я не уеду. Вот тут вот опасно. Вроде объехали. Смотри, у нас начинает получаться, но здесь слишком тоненько. Зато мы доедем. Смотри, мы приехали. Так, Е, выйти. Хух. Приехали, е-мое. Е-мое, мы приехали. А? Буровая. Так, я на буровую пока не тороплюсь идти, потому что нам нужно скорее зайти сюда. Здрасте. О, сохранение. Это хорошо. У меня дрожат руки. В новой точке бурения мы обнаружили огромную пещеру. Всего в 20 метрах под поверхностью льда. Да, датчики засекли мне какое-то движение, но очевидно, что это просто ошибка аппаратура. Инженеры думают, как модифицировать бур, чтобы мы смогли спуститься туда. Все на нервах. Ефимов не спит уже трое суток. Возвращаюсь на исследовательскую станцию, чтобы рассказать все коллегам. Продолжить. Отлично, мне кажется, вообще. 15-40. О, патроны, смотри-ка. У меня будут теперь патроны. Еще патроны. Еще. Я опасный парень. Но, блин, видишь, они неэффективны против этих крабов. Давайте сохранимся. 50% здоровья. Ну, ничего страшного. Слушай, мне пока что нравится эта игра. Возможно, сейчас пока что не так много экшончика. Но я думаю, что сейчас она потихонечку начнет развиваться, эта игра. И думаю, что в пещерах вот в этих вот бурительных, бурятельных, мы с тобой реально посеримся, похеримся. И, в общем-то, да. Я думаю, что все будет не так просто. Пиши, кстати, в комментарии, как тебе эта игра. Мне она реально понравилась. Буду продолжать в нее играть. Так что увидимся уже в следующей серии. Пока.